В эфире программа Радар Спорт. 25 минут все о спорте и его героях о здоровом уровне жизни. Здравствуйте! Не нарушая традиции, начинаем программу с хроники спортивных событий с участием бурятских спортсменов. Мастер спорта Тамир Гармаев – серебряный призер юниорского первенства Европы по вольной борьбе, прошедшего в польском городе Катавиция. Выступая в весовой категории до 55 килограммов при 12 участниках по пути в финал, Гармаев одолел Стена Орова, Эстония, досрочно 10-0. Также досрочно он победил Тараса Марковича, Украина 10-5. Рамазо Дархидзе, Грузия 10-4. А в финале по баллам уступил борцу из Турции Барису Кайя и занял второе место. Также в турнире выступал и еще один, наш серебряный призер недавнего юниорского первенства России в Сочи Евгений Жербаев. Однако ему было не суждено подняться на пьедестал почета в весовой категории до 66 килограммов. Тамир Гармаев – воспитанник мастера спорта Мунко Мунко Жаргалова из спортклуба «Намто». Нам остается лишь поздравить серебряной медалью первенства Старого Света Гармаева и его наставника Мунко Жаргалова и пожелать им дальнейших успехов на борцовском ковре. Бурятский юный пулевик Вячеслав Перелыгин завоевал две медали на международных соревнованиях по пулевой стрельбе среди юниоров в чешском городе Пыльзень. В скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров Вячеслав вначале показал лучший результат в квалификации – 561 очко. Затем сделал 22 попадания в финале, завоевав золотую медаль. На пять попаданий меньше у Оскара Мелишека из Польши, который поднялся на вторую ступеньку педестала почета, замкнул тройку лидеров немец Флорен Тунимани – 16 попаданий. К золотой медали Перелыгин в последний день добавил бронзовую награду в стрельбе из малокалиберного спортивного пистолета на дистанции 25 метров, показав в квалификации результат 573 очка. Победу же здесь одержал стрелок из Индии Самарит Синг – 577 очков. На два очка меньше у поляка Рафала Блажкевича. Международные соревнования среди юниоров в Чехии проходят ежегодно, и на этот раз собрали около 400 спортсменов из 22 стран. В минувшую пятницу и понедельник откровенно всех нас порадовала футбольная команда Селинга, взявшая максимальные 6 очков в двух играх с ТВ и Хакасией в перенстве Сибири среди ЛФК в первой лиге. Причем тувинцам наши ребята отгрузили, что называется, по полной программе 7-2, почти как немцы-бразильцам в полуфинале мундиале. Хет-триком отметился Кихтенко, по одному голу записали на свой счет Олич, Бельков, Белобородов, Ковлев. С Хакасией разгромного счета не получилось. Единственный забитый мяч в первом тайме Байбаковым решил исход встречи в пользу Селинги. За Селингу в этих играх выходили на поле Кабунов, Бельков, Рахматулаев, Андрианов, Сороковиков, Лоскутников, Намазов, Яковлев, Кихтенко, Белобородов, Олич, Байбаков, Чайкин, Иванов, Синатаров, Занаев, Василенко. После пяти сыгранных игр у Селинги 10 очков и третье место в турнирной таблице. Столько же очков и у Нисея. А лидирует братский сибиряк с 12 очками. Именно сибиряком Селинга играет 15 июля дома. Начало игры в 14 часов. А сейчас предлагаем вам эксклюзивное интервью для нашей программы с главным тренером Юрием Головкой, капитаном команды Сергеем Бельковым после игры с Хакасией. Ну, скажите, пожалуйста, ваши впечатления вообще от сегодняшней игры? В принципе, такие размухчатые. Игра, честно говоря, тяжелая получилась, потому что они использовали там 4 момента стопроцентных. В принципе, если бы сразу засчитали бы первый мяч, хотя он был игровой мяч, то полегче бы сразу и игра бы пошла. Я говорю, получилась игра неиспользованных моментов. И то есть из-за этого пошел весь напряг в игре. То есть уже как бы один мяч, он ни о чем не говорит. Тоже мяч забили как бы со стандартного, с полового бойбаком забили. А как вообще соперники? Соперник, вот даже взять их по турнирной таблице, да, они везде цепляются, везде у них одни ничейки. И в Иркутске они ничего сыграли, в принципе. Ну и здесь как бы они тоже, хотя ничего в принципе-то и не создали, такой игры-то яркой какой-то у них, ярких кого-то, чтобы выделить, тоже я не видел, в принципе. Ну такая средняя команда, это команда с мини-футбола, в принципе. Ребята играющие. А вот сейчас предстоит у нас матч, с кем мы будем играть? Мы играем с Братском, значит. Но игра будет, да, намного посерьезнее, потяжелее. Потому что Братск, они играли по команде мастеров во второй лиге. Посмотрим. Как думаете, какие наши вообще-то? Загадывать мы, в принципе-то, не будем. Как она пойдет, так пойдет, в принципе. Ну, хотелось бы поблагодарить наших зрителей, что болельщиков наших приходят, поддерживают команду. Ну и хотелось бы пригласить всех наших болельщиков на игру 15-го числа, также в 6 часов с командой Братска. Кто хотел сказать, что нам тяжело пока в плане организации игры, потому что мы собираемся от игре к игре, не такого у нас тренировочного процесса, цельного. Ребятам огромное спасибо, самоотдача. У нас не получается, видно, что как бы не сыгранность, но мы как бы стараемся для болельщиков выкладываться в каждой игре. Победой спортсменов Кабанского района завершились. 15-й юбилейные республиканские летние сельские спортивные игры, прошедшие в Кабанском районе с участием около 900 спортсменов из 19 районов республики. Соревнования прошли по 9 видам спорта, и лишь 30 очков хозяевам игр, кабанцам, проиграли спортсмены Закаменского района, третий – Заиграевский район. Бескомпромиссные спортивные баталии по волейболу, футболу, легкой атлетике, конным скачкам, национальной борьбе и другим видам спорта проходили в селах Кабанск, Колесово и поселке Селенгинск. Впервые в программе соревнований были проведены соревнования среди дойров и механизаторов, где побед добились кабанцы у доярок Ирина Харина, у механизаторов Виктор Маслов. Первым видом, стартовавшим еще до открытия игр, стал спорт номер один – футбол. В итоге в главном финале сошлись команды Бечурского и Селенгинского районов, где со счетом 6-0 победили селингинцы. Ну, это получается, они же, получается, как проходят тоже раз в два года эти сельские игры, ну, как бы, уже я это принимаю, пятые или шестые участия в сельских играх. Ну, как бы, для района, да, это тоже, потому что все спортсмены встречаются, все районы, виды спорта, получается, 7 или 8 же там. Ну, как бы, команда все встречается, ну, и, как бы, сам праздник, сам футбол, игра, футбол, спорт, ну, нормально все. Нравится очень хорошо. Ну, а вот на сельчан, насколько популяризны ваши принципы сейчас на сельчан вообще футбол и занятия спорта? Ну, на сельчан мы играем, по большому счету, еще в республике играли, да, там, как бы, у нас находится восход, как бы, просто в этом году у нас, как бы, команда распалась. А так-то играли стабильно в республике, занимали тоже нормальные места. В девятом году даже стали чемпионом республики Борисовича. В волейбольных баталиях, как ожидалось, не было равных за каменцам. Скажите, насколько важно для вас, как для тренера, вот эти сельские игры? Как престиж района, престиж, как статус турнира, ну, как-то проявляется детям своим тоже, чтобы рассказывать, ну, там, бывают же всякие. Ну, важно, все равно, я думаю, что для сельских игр это нормально, хорошее, республиканское. Больше таких соревнований у нас нету в районе республики. Только республики и сельские, я думаю, что раз в два года можно поиграть. В Бухе-Барилдане в трех разыгранных весовых категориях побед добились. Константин Циренов, Чингис Ухинов и в тяжелом весе перен стал закаменский богатырь Ренчин Санжиев. Он же стал чемпионом в абсолютном перенстве, выиграв у Баира Амактуева. В легкой атлетике доминировали заиграевцы, в гиревом спорте хозяева игр кабанцы. Победой команды Тулкинского района завершились соревнования лучников. В итоге у мужчин победил Морган Ренчинов из ЖД, а у женщин – Надежда Будаева из Баргузина. Среди ветеранов чемпионом стал тункинец Александр Тамилов. А в абсолютке успех сопутствовал победителю Алтарганы 2006 Баиру Сактуеву из Закаменского района. Сельские, республиканские спортивные игры – это, безусловно, прежде всего пропаганда здорового образа жизни. Дальнейшее – увеличение массовости в занятиях физкультуры и спортом в районах республики. Укрепление спортивной базы на селе. Одним словом, кто дружит с физкультурой и спортом, тот постоянно получает заряд бодрости и здоровья. Уже в третий раз в секторах и на дорожках центрального стадиона в рамках всероссийского турнира на призы олимпийцев в Бурятии прошел республиканский турнир по легкой атлетике среди инвалидов с повреждениями опорно-двигательного аппарата. На этот раз турнир собрал 68 спортсменов, представлявших 8 команд. 4 команды города Улан-Удэ, включая 3 района и команда Загорска отдельно. И 4 сельских района – это Бичурский, Кижингинский, Тарбогатайский и Волгинский. На открытии турнира участников поприветствовал председатель Бурятской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Владимир Брыков. С хорошими стартами приятно было видеть ваши здоровые лица, спортивные, как вы сегодня выступали. Хочу вам внести информацию, что сегодня ночью из Кемерово выехала наша сборная Бурятии, которая из улимпийцев, пара улимпийцев, которая выступала на парасипирских играх. И наша сборная заняла первое место из 12-ти веке на посетительском районе Волгинского. Не было, что будут люди, которые попадут в нашу сборную и будут достойны представлять наше Бурятие на сельских играх и на всероссийских. Хочу тоже сказать, что в мае месяце в вашей семье Москошев, Виша, заняла две педали на чемпионате России по параметре и выполнил норматив смеси спорта России. Так у вас есть чем гордиться и стремиться. Будем вызывать наш спорт не только на соревнованиях, а адаптивный спорт, чтобы мы постоянно занимались спортом. Но хочу сказать, что я сейчас стою в скаку, на то время, когда я год вообще не ходил, лежала в кровати и благодаря спорту поднялся на ноги. И сейчас продолжаю работать вместе с вами. И успехов хочу вам проживать в спорте. Ура! Ура! А теперь о победителях. В программе турнира, как всегда, были разыграны. Бег на колясках, толкание, ядра, прыжок в длину с места. В беге на колясках на 100 метров в двух классах побед добились Александра Дугарова, Александр Степанов, оба железнодорожный район, Татьяна Андреевская, Кижингинский район, Максим Иренов и Волгинский. В беге на 60 метров с заболеванием ДЦП. Лучшими были Бичурцы, Марина Савельева и Владимир Афанасьев. В толкании ядра первые места заняли Татьяна Максимова, Татьяна Андреевская, Александр Степанов, Геннадий Балданов. А в прыжке в длину с места преуспели Бичурцы, Марина Савельева, Большаков Сергей, Владимир Афанасьев, Алина Балдандаржиева из Волгинска. В заключительном виде турнира, эстафете 4 по 100 метров, на колясках в тройку призеров вошли команды Железнодорожного, Октябрьского и Кижингинского района. Всем победителям и призерам были вручены медали, дипломы, памятные и ценные призы. Очередной вид у спортсменов-инвалидов соревнования по спортивной рыбалке 16-17 июля на озере Тормай Волгинского района. И вот что самое главное, люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, несмотря ни на что, продолжают вести активный образ жизни, движение – это жизнь. Спорт поднимает жизненный тонус. И, конечно же, спасибо Бурятской Республиканской Организации Всероссийского общества инвалидов за все их благие дела для укрепления здоровья инвалидов. КАФЕ БЛИННАЯ МАТРЕШКА КАФЕ БЛИННАЯ МАТРЕШКА Мастер-Дом расширяет спектр своих уникальных услуг. Последний шик – декоративная внутренняя и внешняя штукатурка, простота и качество технологии материала, современная компьютерная колеровка с возможностью любого цветового решения – все это придает отделке не только безупречный вид, но и надежность. Декоративная отделка. В Мастер-Доме это возможно. КАФЕ БЛИННАЯ МАТРЕШКА Там же на мировой смотр борьбы весовой категории до 61 килограмма вместе с Богомоевым претендует и олимпийский чемпион Лондона Джамал Атар Султанов. И, по всей вероятности, эти два спортсмена в ближайшее время на одном из международных турниров и выяснят ху из ху в этом весе. Саша доказал, что он сегодня в этом весе первый номер. Там практически он никому балл не дал. Сколько это баллов там в журнале мы сегодня прочитали. У него всех больше. 41 балл он забрал. Там 3 балла откуда нашли? Там предупреждение, видимо. Нет, там же по одному баллу отдавал же. А, за ковер тогда по одному баллу было. 3. И опрос был специалистов, тренеров, его опубликован на интернете. Он там из 8 чемпионов набрал 37,5 баллов. А второе место Гадисов, это чемпион мира, он 12%. И остальные там 10, 8 и так далее. Вот такой расклад у Саши. Ну, конечно, сейчас рейтинг. Ну, несмотря на это, пошли разговоры, что там тренер Маргиев договорился с главным тренером, что от Расултанов сейчас поборется 65 кг, а потом будет претендовать весь Сашей. Потому что он там проиграл. Еще даже за третье место он не вышел уже на ковер. Зачем тогда Россию проводить? Я говорю, вот будем договариваться и бороться, зачем Россию проводить. Вот такой нюанс есть. Я думаю, сейчас уже на уровне главы нашего республики надо обращаться к президенту федерации борьбы России Михаила Горазича Мамиашвили, чтобы таких моментов не было. Сейчас остальные все, никаких других нету таких попознаваний на другие веса, весовой категории. Там еще 125 хотят рассмотреть. Кацалов, чемпион мира, не боролся. Просто он не боролся тут. Неужели причины. А этот здесь поборолся, проиграл, теперь хочет в другой вес пойти. Другой вес, они могут их обоих отправить, так говорят, на какой-то турнир международный. А международный турнир, там 2 кг провес. Нам вообще не выгодно. Саша, у нас вообще планируется потом 57 кг в будущем году. Это Олимпийские игры, в 61 нету такого веса. 57 есть. Мы в будущем году будем уже претендовать 57 кг в Олимпийский год. У нас вес маленький, понимаете, 61. А у того, в 65 он пой, как сигнал, залез, и сейчас хочет претендует на 61 на 70. Ему килограмм 7-8 гонять надо? Это минимум, минимум. Я сам лично видел на сборах, у него было 70 кг веса. 70 кг, но после тренек 68 с чем-то было. Ну, думаем, что все нормально будет. Ну, надеемся. Ну, я думаю, даже дадут схватку, я не думаю, что он выиграет у Саши. Ну, зачем нам эта кандидат рыбка? Зачем тогда Россию проводили? Знаете, лишний раз. Мы вас отправим на турнир куда-то, Польшу там и так далее, там разбирайтесь якобы. Здесь мы ни при чем. Просто мы уже как бы столько выстрадали, 13 лет шли к этому, чтобы чемпионом России стать. Да, это, конечно, конкуренция вообще огромная, потому что там в первую очередь это дагестанцы, осетины, ну, практически весь Кавказ. Не дрались ничего этот раз? Не, не, этот раз ничего не дрались, нормально все это прошло. Тем более в 61 кг Саша убедительно всех выиграл, там даже вопросов никаких не было. Ну, там где-то, может быть, какие-то стычки что-то были, там, в других весовых категориях. Ну, да, без нашего участия, но там прошло все нормально. Ну, мы, конечно, болели там все, вот, землячество, там, буряты, там, якуты, там, пришли, болели. И Саша узнает там, они очень сильно болели, нам понравилось просто там, что такое, как говорится, тепло, тепло, да, здоровая обстановка, тепло встречали, так нас там все приняли, вообще шикарно, отлично, вообще здорово было, короче. И, как говорится, победа пришла, и нам вдвойне было приятно, мы там радовались, очень сильно радовались, конечно, за победу, Саша. Но сейчас, наверное, надо делать условия все создавать, Саша. Рио. Да. 2016 уже на горизонте, маячит уже. Да, уже работа потихонечку пошла. Сейчас вот по агентству, сейчас будет медико-биологическое обеспечение, вот, связано с Москвой, вот эти все эти проверки Саши, там, полностью обследование его, и вот это, как бы, должно уже Крио-де-Жанейро, мы уже его должны готовить конкретно, чтобы медико-биологическое обеспечение было, его вести уже целенаправленно к этому. Уже потихонечку работа идет. Валерий Николаевич, ну, я смотрю, медаль-то, слушай, чисто золото, Саша. Тяжелый, слушай, больше 100 грамм. Сам президент сказал, здесь чисто золото, платино, инкрустировано алмазом. Алмаз? Алмаз. Ага, вот алмаз здесь. Сам президент сказал, здесь чисто золото, я авторитетно заявляю, говорит. Но президент все дни был. Да, все дни, как он, когда Лебедев выиграл, прям спереди стал, поднял, понесли, вот. А вон еще ситуация такая была, уже, вот, как бы, там, второй и третий день он уже сидел на трибунах, вот, со всеми сидел на трибунах, со зрителями, как говорится, и болел вот тоже за своих борцов. Там у них, вот, интересно, как сделано, вот этот зал, и там определенное такое место в центре, и там у каждого кресла написана фамилия. И именно там фамилия, все прописано, вот, именно борцов, спортсменов, там, вообще, вот, знаменитых там прописано, и эти спортсмены, люди приходят, садятся прямо, ну, и, скорее всего, у него тоже там своя фамилия, он там сидел на кресле и, как бы, болел там. В окружении борцов? Да, да, вот, в окружении борцов он там сидел, болел и... Значит, пообщаться, послушайте, да? Да, 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 с ним пообщаться там можно было свободно, без всяких проблем. Вот, интересно. Ну, уважаю этого там, что там говорить-то. Валерий Николаевич, ну, довольны. У вас длинная, длинная спортивная тренерская карьера, все-таки, сколько так, на вскидку? Человек, наверное, 115 мастеров спорта. Ну, я не считал их, ну, за сотни, далеко за сотни. Я бы хотел здесь сказать, вот, действительно, очень большой результат. Работа проведена большая, не только у меня, как тренера Юрия Александровича. Такое большое дело делается многими людьми. Я бы хотел подчеркнуть людей, которые помогали. Вот здесь Виктор Монкужапович Абушей в свое время нам постоянно помогал. Естественно, сейчас главный спонсор наш Дмитриев Владимир Александрович, это УНГА фирма. Сейчас подключился, сейчас Харамарин наш, Лев Алексеевич Сулханов. Я думаю, что с помощью таких людей нам, может быть, легче будет пробиться в Рио-де-Жанейре. Народ-то болел, конечно, за твоего оппонента, да? Ну, да, болел за оппонента, но, в принципе, меня тоже поддерживали. Там земляки были, да и не земляки, я думаю. Ну, народ хорошо поддерживал, зрители хорошо поддержали. Ему особую благодарность. Ну, народ объективный, все-таки в Якутске, в Саха-Якутии борьба спорт номер один, правильно так-то? Да, там зрители знают, что такое борьба, вообще разбираются в борьбе, ну, и как. В принципе, знают, за что болеют, даже, ну, знают, какие приемы проводятся, ну, и оценки все, и правила знают. Ага. Валерий Николаевич, ну, вы килограмма два, наверное, потеряли вместе с Сашей? Ну, конечно, там, ну, не два, там духота такая была. Вообще, бороться очень тяжело было. Кондиши не работают, что ли? Не работают, такое, в спортивных комплексах, ну, не было кондиционера. Ага. И жара на улице 34-35 было. Якуты поэтому поводу смеялись же, говорит, это, у нас, говорит, хоть летом, дайте нам согреться, зимой холодно. Типа, кондюшники. Вообще, якутские борцы, якутские болельщики, действительно, Саша правильно говорит, был один момент, вот, когда, если кто видел это видео, там, как вышел, то, Саша сразу активно отключился, там бал не взял, и проблема была, он взял ногу, бал не взял. И тут сразу же предупреждение дают Саше. А, нет, нет, там, не стоит это. Ну, в первых минутах предупреждение, это же один бал, тот, им, вот, сопернику. И тут зрители залуновались, говорит, уже начали возмущаться, якуты даже. Якуты? Да. Ну, потом, Саша, конечно, баллы взял, какие надо, 4-1, схватка закончилась. Итак, чемпион страны, один из вероятных кандидатов на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, Александр Богомоев. Я тебе от всех поклонников спорта жму руку. Валерий Николаевич Иванов, его тренер, но давно с ним знакомы. Он еще и голова у него была, полное волос в свое время. И государственный тренер Юрий Александрович Сандаков, я вам жму руку. Спасибо, ребята, что порадовали всех поклонников борьбы спорта нашей республики. Уважаемые друзья, это, как всегда, далеко не все, о чем я вам хотел рассказать сегодня. Увидимся через неделю. И помните, бедный, неудачный и несчастливый – это тот, кто часто использует слово «завтра». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!